Глава восемнадцатая «Нет, исключено», — тоном нетерпящим возражения ответил Влад. «Почему же, Дарлинг?» — вкратчиво спросила Алина. «Ты не хочешь увидеть, что ты мне так щедро подарил?» «Я же сказал, исключено», — повторил Влад. «Рабочий день окончен. Когда я могу, тогда задерживаюсь. Сегодня не могу». «А-а-а! Понятно!» — рассмеялась девушка. «Жену развлекаешь. Ну-ну!» «Возвращаться не буду», — твердо сказал Влад. «Все вопросы решим завтра». Он отключился и повернулся к вопросительно смотрящей на него свете. «Сработай опять. Если честно, то достали просто. Вот сказал же, сегодня никаких звонков. Задерживаться или приезжать обратно не буду. У меня планы на жену», — пояснил он и, притянув к себе свету, крепко ее поцеловал. «Поехали домой, родная. Ну их всех в баню». А в своей квартире Алина злобно смотрела на темный экран замолчавшего телефона. Она лежала в постели, одетая в дорогущее белье, призванное будоражить взгляд и воображение мужчины. Рядом на тумбочке стояла бутылка вина и фрукты. Антураж дополнялся тихой музыкой. Все было подготовлено к визиту. Она раздосадованно отбросила телефон, накинула шелковый халат и отнесла поднос с вином и фруктами на кухню. Там она налила себе бокал и подошла к окну. Отпивая вино и глядя на огни города, Алина заводилась все больше и больше. Никогда и никому не удавалось диктовать ей условия, за исключением Женьки, но воспоминания о нем она отметала, слишком уж унизительными в ее понимании они были. С тех пор, даже несмотря на урезанное отцом финансирование, она жила припеваючи. Всегда находился очередной мужчина, готовый оплатить ее очередную дорогую покупку и которым она крутила, как хотела. Она предпочитала женатых и гораздо старше себя, с ними проще. Они приезжали к ней, она заставляла их почувствовать себя неповторимым мачо, они покидали ее квартиру с мыслями о том, что такой женщины у них никогда не было, а она привязывала их к себе все крепче. Ей было очень легко ненавязчиво вытягивать суммы на покупку той или иной очень недешевой вещи. Спустя какое-то время такое положение дел мужчине, естественно, надоедало. Но Алину это абсолютно не тревожило. «Мужчина, как автобус», — говорила она подругам, — «всегда будет следующий». Подруги пожимали плечами и одна как-то раз ей сказала, «Это пока ты еще молода, а потом транспорт ходить перестанет, придется платить за такси». Алина задумалась, пожалуй, подруга права, ей уже 35, она пока еще молода и красива, не жалеет денег на самые дорогие процедуры, выглядит гораздо моложе. Но ведь так не может продолжаться бесконечно. Требовался постоянный источник дохода, то есть муж, причем дохода, превышающего ее нынешний, ибо отказываться от привычного образа жизни она не собиралась. И вот, будто в ответ на ее мысли, однажды на очередной тусовке она увидела Влада. Естественно, она помнила его, лучшего друга ее несостоявшегося когда-то жениха, и прекрасно знала, что он очень обеспеченный человек. Почему бы не взять его в оборот? Она ведь помнила, какими глазами он в свое время пожирал ее, а сейчас она стала еще эффектнее. Алина пошла в атаку, благо с Владом напрягаться особо не пришлось. Ну да, думала она после первого их свидания у нее в квартире, он, как пионер, всегда был готов. А теперь он позволил себе так с ней разговаривать. Ну ничего, дорогой, побрыкайся пока в свое удовольствие, сделай вид, что ты тут главный. — Посмотрим, что ты запоешь потом, — сказала она вслух. — С любовницей твоей разобралась. Думаешь, что с женой сложнее будет? Так что, дорогой, лучше бы нам решить все мирным путем. Что разобраться с Олей не составит большого труда, Алина сразу поняла еще тогда. В самый первый раз, когда увидела ее с Владом на той самой тусовке. Совсем молоденькая, глупенькая, все, что у нее есть, это симпатичная мордашка да ладненькая фигурка. Это не конкурентка, такие быстро надоедают. Только вот Влад почему-то упорно продолжал с ней встречаться. Зачем, если у него есть Алина? Несколько раз она посылала ему намеки, что конкуренция ей не по душе, но он не понял. Или делал вид, что не понял, пришлось продемонстрировать. Запугать эту дурочку не составило труда. Всего-то хватило пары синяков и несколько угрожающих слов от очень страшных дядек, роль которых прекрасно сыграли двое молодых охранников из фирмы ее отца, остро нуждающиеся в деньгах. То, что они так легко согласились поднять руку на хрупкую девчонку, которую, к тому же, они совсем не знали, Алину совершенно не заботило. Она заплатила деньги и получила услугу, и все. Овечка сама ушла с дороги. С женой Влада Алина не собиралась разбираться таким образом, намереваясь сделать все так, чтобы Влад сам ушел. — Ладно, время у меня пока есть, посмотрим. — Никуда ты, дорогой, от меня не денешься, — улыбаясь, подумала Алина и отхлебнула из бокала. То, что на пути может встретиться не только жена, она даже не предполагала. Восемь месяцев спустя — Привет! — Анжела встретила Свету возле стойки администратора. — Ой, привет! А чего это ты сегодня здесь? Вроде бы у тебя нет записей. — Посмотрела, что у тебя всего пара клиентов. Вот и хочу предложить потом съездить, подарок Поле купить. А то мне одной скучно. Ты как, не против? — Я вольствие! — воскликнула Света. — Тем более, что одна клиентка только на стрижку, вторая — на укладку. Это не очень долго. Поедем. — Вот и отлично. Я подожду тебя. — А Катя что же? — Катя не сможет. У нее там в банке что-то такое, что вырваться на час не получится. Извинилась и перевела деньги на подарок. Едем вдвоем. Она нам доверяет. — Договорились. — Все, я бегу переодеваться. Юль, можешь пока мне кофе сварить? Будь другом, а то дома не успела выпить. До прихода клиентки как раз время есть. — Конечно, сейчас, — ответила Юля, убегая к бару. Анжела, улыбаясь, смотрела на счастливую мордашку Светы. — А чего это ты не успела? Проспала? — Ага, — кивнула Света. — Вчера уснули с Владом поздно. — А-а-а, понятно, — засмеялась подруга. — Ну что ж, дело молодое. — Да ну тебя, — смутилась Света. — Дело делом, но я ребенка хочу по-прежнему, — говорила с ним. — Да, — вздохнула Света. — Сказал, что ему нужно это переварить, что он всегда будет знать, что это не его ребенок. — Тьфу, — злобно сплюнула Анжела. — Сам же дров наломал, а теперь выпендривается. — Анжела, ну что теперь делать-то? Буду уговаривать, других вариантов все равно нет. Юля принесла кофе. Света взяла чашку и ушла переодеваться. — Другой выход есть, — думала Анжела. — Не терять время на этого урода. Можно подумать, что он делал вазоктомию, чтобы потом все-таки иметь детей. Но намекать ей на это бесполезно. Угораздило же ее влюбиться в такого. Вот точно говорят, что любовь зла, а козлы этим пользуются. Месяц назад Полина родила прекрасную здоровенькую девочку. Назвали Софьей в честь Женькиной матери. Все произошло так, как они с Женькой и хотели. Софья Павловна на седьмом небе от счастья. Ее отношения с Полиной давно потеплели, но сейчас, когда ей подарили внучку, да еще и назвали в ее честь, она вообще растаяла и часто приезжала помочь с малышкой. От няни Полина категорически отказалась. Заявив, что пригласит ее попозже, когда Сонечка немного подрастет. Да и то, если почувствует в этом необходимость. Все же один младенец – это не близнецы, это полегче. Мальчишки весь день в саду. Отвозит и забирает их Женька. Помощница по хозяйству приходит два раза в неделю. Так что пока справляется сама. Вот когда она вернется к своим кондитерским делам, тогда и пригласят няню. Завтра маленькой Сонечке исполнится месяц, и Полина наконец-то покажет ее подругам. Было решено организовать небольшой праздник в честь первой почти юбилейной даты в жизни дочки. Поэтому подруги и собрались за подарками. Анжела и Света долго бродили по детскому миру и никак не могли определиться, что же купить в подарок такому великолепному ребенку. Внезапно Анжела остановилась. «Свет, посмотри!» Она схватила подругу за рукав, не давая идти дальше. «Мне кажется, это оно, то самое». Перед ними выстроились в ряд электромобили, среди которых выделялся шикарный Мерседес красного цвета. «Машину, девочки!» засомневалась Света. «И что?» «Мы вот все за рулем. А это не просто машина, а красный Мерс. Представь эту куклу за рулем этой прелести». «Ой, Анжелка!» «Ой, не могу!» расхохоталась Света. «Да ей всего месяц!» «Ну и что?» «Вырастет, не успеешь оглянуться, поверь мне». «А для младенца у нее все есть». «Светик, ну давай купим ее, а?» уговаривала Анжела. «Тем более, что дом у них свой, участок большой, есть где покататься». «Ну давай!» согласилась Света. «Такого они точно не ожидают». Подруги направились к продавцу, и уже через 20 минут упакованный Мерседес был погружен в багажник Анжелиного джипа. Сфотографировав машину на витрине, Анжела отослала снимок Кате с подписью «Мы купили шикарное авто для будущей шикарной леди». Катя не отвечала, сообщение осталось непрочитанным. «Видно и право парка у нее», подумала Анжела. «Ладно, позже посмотрит. Представляю ее восторг». Анжела завела машину, и подруги отправились дальше. Теперь их путь лежал в мастерскую одной замечательной девушки, которая по их заказу сделала что-то наподобие генеалогического древа. Это было настенное панно, в которое вписаны фоторамки с фото всех членов семьи. Включая Полинах родителей, бабуню, дедуню, Никиту, родителей Женьки, ну и, естественно, самих, Полину, Женю и близнецов. Одна рамочка оставалась пустой, в ней предполагалось разместить первое фото Сонечки. Сделано было все очень стильно и в то же время как-то уютно и по-домашнему. Нагруженные подарками, Анжела и Света возвращались домой. — Свет, давай у тебя машину оставим, — предложила Анжела. — А то, боюсь, мои разбойники обязательно влезут в мое отсутствие. У тебя как-то спокойнее. — Конечно, я и сама хотела предложить, — откликнулась Света. Запарковавшись возле подъезда, подружки достали подарок и поднялись в квартиру Светы. Они с трудом втащили в лифт коробку с машиной, все-таки больше двадцати кг. Открыв дверь ключом, они зашли в прихожую. — Ну вот, — сказала Света, — сейчас отнесем в гостиную, пусть там постоит до завтра, а мы с тобой давай пообедаем. Я лично так хочу есть, что это уже больше похоже на жрать. — И куда в тебя лезет в худущую такую? — засмеялась Анжела. Но тут взгляд ее упал на коврик для обуви. Анжела нахмурилась. Откуда-то из глубины квартиры доносились голоса. — Света, а что, Влад разве дома? — спросила она. Света прислушалась и растерянно ответила. — Не знаю. Должен был быть на работе. — А это что? Анжела указала на коврик, на котором стояли женские сапожки. Света побледнела и решительно направилась к спальне. Анжела двинулась следом за ней. Распахнув дверь, подруги замерли, будучи в шоке от увиденного. — Катя! — прошептала Света и отступила назад. В их с Владом кровати в обнимку лежали сам Влад и их с Анжелой, Полиной, лучшая подруга, Катя. Света стояла не в силах издать ни звука. Анжела сморщилась, как от зубной боли. — Светик? — растерянно пролепетал Влад. — А ты чего здесь? Почему? — Потому что она тут живет. Ты не знал? — зло воскликнула Анжела. — Влад! — прошептала Света. — Влад! Господи, как это? Она как-то неловко всплеснула руками, отвернулась и бросилась к выходу. — Светик, постой! — закричал муж, пытаясь встать с кровати. — Ой, Влад, избавь, плиз, меня от созерцания твоих достоинств. Вылезешь, когда мы уйдем, сказала Анжела и вышла за Светой. Катя молчала, натягивая на себя покрывало. В прихожей Анжела забрала у безуспешно пытающейся открыть входную дверь Света ключи, повернула их в замке, вручила ошарашенной Свете одну ручку коробки, а сама подхватила другую и обе вышли на площадку. Следом выглянул Влад, успевший наскоро накинуть на себя банный халат. — Света, постой! Давай поговорим! Света кинулась вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. — Ну и гад же ты! — прошипела Анжела, с трудом удерживая большую коробку с машиной. — И та в твоей койке тоже змея. Привет ей передай и не ходи за нами. Двери лифта открылись, Анжела затолкала в него коробку, зашла и нажала кнопку первого этажа. Она поймала Светку во дворе. Та шла, как сам Намбула, не видя направления, совершенно отрешенная от внешнего мира. Анжела быстро запихала коробку в машину, захлопнула багажник и побежала за подругой. — Эй, стой! Она догнала Свету и схватила за руку. — Да стой же ты! Куда ты направилась? Давай-ка в машину быстро! Света смотрела на нее невидящим взглядом, будто не понимая, где она. Анжела осторожно подвела ее к машине, усадила на сиденье, пристегнула ремнем и, наконец, села за руль. Повернув ключ в замке зажигания, она увидела, как из подъезда выскочил кое-как одевшийся Влад и бросился на перерез машине. Анжела опустила стекло и крикнула. — Уйди с дороги, идиот! Раздавлю к чертовой матери! Влад уперся руками в капот и ответил. — Не уйду! Света, выйди, давай поговорим! Ты не так все поняла! Не будь ребенком! Давай обсудим все, как взрослые люди! — Как взрослые, говоришь? зло усмехнулась Анжела. — Ну, давай по-взрослому! Ты сам того хотел! Держись! Она тронулась с места. Влад заскользил ногами по припорошенному снежком асфальту. — Ты что делаешь, дура? Совсем сбрендила! — заорал он. — Анжела, стой! Вдруг неожиданно закричала Света. — Не надо! Стой! Она говорила про машину! Анжела, не надо! Анжела остановилась, с удивлением уставившись на подругу. Света опустила стекло. Влад подошел к ней. — Светик! — начал было он. — Убирайся! — тихо и твердо сказала Света. — Убирайся из моей жизни! За своими вещами заеду, когда тебя не будет дома! Света подняла стекло, Анжела надавила на газ и автомобиль уехал, оставляя во дворе одиноко стоящего Влада. — Куда мы едем? — равнодушно поинтересовалась Света. — К нам! Не волнуйся! Сейчас зимние каникулы, я отвезла малых к родителям. Дома только я и Ромка. Он лишнего не спросит. Я сама ему объясню. Поживешь пока у нас, успокоишься. — Я спокойна, — ответила Света. — Сама удивляюсь, насколько я спокойна. Ты, пожалуйста, не волнуйся обо мне. Лучше за дорогой следи внимательнее. — Пожалуйста. Она говорила про машину. Теперь это сбудется. Анжела покосилась на подругу и подумала, что оставлять ее одну, пожалуй, не стоит. Влад вернулся домой. Катя, уже одетая, возилась на кухне с кофемашиной. Влад зашел и с досады стукнул кулаком по стене. — Вот черт! — прошипел он. — Говорила тебе, что лучше ко мне поехать, равнодушно пожала плечами Катя. — Чего ты теперь бесишься? — Блин! Вот попал, так попал, как в анекдоте. И что теперь делать? — Чего ты разнылся? — прикрикнула на него любовница. — Рано или поздно все равно это произошло бы. Ты ж вообще не прятался. Ты ее за дуру держал. — Напрасно. Доверчивая и дура две большие разницы, как говорится в Одессе. — Вот ты стерва! Тебе хорошо рассуждать. Ты женщина свободная, а я... А теперь и ты тоже свободный мужчина! — усмехнулась Катя. — Разве ты не этого хотел? — Я не хотел! — Ну, значит, не хотел! — спокойно поддакнула Катя. — Но получил. Кофе будешь? Тебе не помешает. — Как ты можешь быть такой спокойной? — поразился Влад. — А мне-то что беспокоиться? — спросила Катя, наливая им кофе. — Не меня же на измене поймали. — Но Светка твоя подруга, близкая подруга. — И что? Мы, девочки, между собой все уладим. Это же ты меня в постель затянул. Разве не так? — ехидно ухмыльнулась Катя. — Я? Да ты с самой свадьбы Женьки и Полины на меня томные взгляды кидала. — Да ты что? Какие еще у тебя доказательства? — издевалась Катя. — Ты можешь до потери пульса кричать о том, что это я тебя соблазнила. И кто тебе поверит? Ты ведь уже попадался. Так что, любимый, это ты меня затащил в койку. А я не смогла устоять под натиском. Как-то так. — Ну ты и сука! — прошептал пораженный Влад. — А ты просто баба! — жестко парировала Катя. — Сидишь и ноешь. Больше ни на что не способен, да? — Какая же ты дрянь! — вздохнул он. — А ты прямо врач-общественник! — ответила Катя. — Ладно, любимый, счастливо оставаться. Мне пора возвращаться на работу. Звони, если соскучишься. — Ты еще надеешься, что мы будем продолжать? — поразился Влад. — Ну, нет так нет, — улыбнулась Катя. — Всегда найдется претендент помочь девушке в поддержании здоровья и красивого цвета лица. Прощай, любимый! Катя обула сапоги, накинула пальто и выпорхнула за дверь, болтая на ходу сумочкой. — Ну и новости! Полина в растерянности опустилась на диван. — Как света? — Вроде бы на первый взгляд нормально, только все время твердит одну фразу. Она говорила про машину, теперь это сбудется. Я боюсь оставлять ее одну. Сейчас Ромка налил ей коньяка и уложил спать. Уснула сразу. Только я, пожалуй, лягу с ней в одной комнате. Ромка тоже считает, что так будет лучше. — Завтра приезжайте, как договаривались. — Полин, мне так жаль, что праздник у тебя испорчен, вздохнула Анжела. — Прекрати, пресекла ее подруга. — Зачем же тогда друзья? Уговорю Свету остаться у нас. Ты ведь в салоне будешь пропадать, а я дома. И Софья Павловна почти каждый день здесь. Есть кому присмотреть. Может быть, маленькая Сонечка выведет ее из ступора. Она ведь так детей любит. — А, пожалуй, ты права, задумчиво ответила Анжела. — Полинка, ты гений. Все верно. Завтра ждите. Надеюсь только, что у этих сволочей хватит совести не приезжать. — Думаю, что хватит. Если не совести, то ума точно, сказала Полина. Подруги попрощались и отключились. Анжела пошла проведать Свету. Заглянув в ее комнату, она увидела, что подруга спит, мирно посапывая во сне, совсем как ребенок. Внезапно завибрировал телефон Светы на тумбочке. Анжела взяла его и взглянула на экран. — Ну надо же! — подумала она. — Просто конченая дрянь. На экране высветилось имя Катюша. Она нажала соединение и вышла из комнаты. — Света, Светик, не бросай трубку, пожалуйста! — рыдала Катя. — Прости, прости, прости меня. Он давно меня обхаживал, а сегодня мы немного выпили в кафе. Но я и не устояла. Сама не знаю, как это произошло. Он такой гад. Света, прости, если сможешь. Прошу тебя. — Она не сможет, — отчеканила Анжела. — Не смей ей звонить. Неужели ни капли совести не осталось? Поражаюсь тебе. И не смей к Полине показываться. Слышишь? Ты для нас умерла. Анжела нажала отбой. Потом взяла свой телефон и перевела обратно на Катину карту сумму, которой та сбрасывалась на подарок для Полины. Глава 19. Красный Мерседес произвел именно то впечатление, о котором мечтала Анжела. Полина смотрела на него, открыв рот, круглыми от изумления глазами. Женька расхохотался, открыв коробку, а мальчишки просто исполнили вокруг какой-то затейливый танец, по всей видимости ритуальный. Мам, пап, а мы себе на день рождения уже подарки придумали, заявили хором близнецы. Какие? Позвольте спросить, аккуратно поинтересовался Женя, а Полина слегка напряглась. Электросамокаты, выпалил Павлик. Уф, с облегчением выдохнул Женя. Я думал, что придется к чему-то пострашнее готовиться. А чего вдруг речь о самокатах зашла? Пап, ну сам подумай, Соня будет рассекать на Мерсе, и мы с Пашкой по бокам. Будет эскорт. Шикарно, правда? Заявил Дима. Все дружно засмеялись. Правда, правда, сквозь смех ответил отец. Заявка принята. Скажи спасибо, папаша, что заявки на мотоциклы не последовало, сказала Анжела. Тетя Анжела, ну мы же уже не маленькие, понимаем, солидно возразил Павлик. Детский электромобиль нам не подходит, мы же все-таки взрослые, а настоящие мотоциклы нам еще рано, мы же все-таки дети. Новый взрыв хохота. Вы б уже определились, взрослые вы или дети, хохотала Анжела. Вот мы и определились, нам нужны самокаты, вполне логично заключил Дима. Жень, но электросамокат это ведь опасно, тихо сказала Полина. «Почему?» удивилась Анжела. «Вы посмотрите в магазинах, есть такие, у которых скорость 3-5 километров в час, можно с них начать, вполне безопасная вещь, а там в будущем можно будет и более скоростные купить». «Ладно, поизучаем вопрос», согласился Женька. «Ну что, гости дорогие, прошу к столу». Никто из присутствующих не вспоминал о Кате и Владе. Со Светой вели себя, как ни в чем не бывало. Света держалась на удивление спокойно, смеялась и непринужденно болтала со всеми присутствующими, с удовольствием общалась с близнецами и держала на руках маленькую Сонечку. «Пожалуй, Полинка права», думала Анжела. «Именно в ее доме Светка отвлечется». «А она молодец, держится достойно, хоть ей невыносимо больно. Уважуха». Эта маленькая хрупкая женщина оказалась на редкость сильной. Несколько раз за вечер у нее настойчиво звонил телефон. Едва взглянув на экран, Света сбрасывала звонок, а потом вообще отключила звук и спрятала телефон в сумку. Полина и Анжела переглянулись. Им было понятно, кто так упорно звонит Свете. Чуть позже, когда мальчишки убежали в свою комнату в надежде, что про них на какое-то время забудут и не отправят спать вовремя, Женя с Ромой удалились в кабинет, оставив женщин одних. Подруги расположились на диване в гостиной, и Полина завела разговор. «Светик, у меня предложение. Поживи ты, пока у нас. А что, я все время дома, не будет скучно. Всегда есть с кем поговорить, в случае чего. Ты как?» «Спасибо, Полечка», ответила Света. «Поверь, со мной все нормально». «Я не сомневаюсь, что все у тебя будет хорошо. Просто предлагаю, пока остановиться у нас, пока ты жилье себе не найдешь. Сама посуди, Рома и Анжела все время на работе, и будешь совсем одна в квартире. А тут я, да и Сонечка скучать не даст, уж поверь», настаивала Полина. «Свет, ты хоть скажи нам, что ты собираешься дальше делать?» осторожно спросила Анжела. «Да, особенно ничего», спокойно сказала Света. «Немного приду в себя, потом заеду на квартиру Влада забрать свои вещи. Ты же мне поможешь?» «Естественно, могла бы и не спрашивать». «Ну вот, потом подам на развод, найду небольшую квартирку, сниму ее и буду жить себе дальше». «Идея отличная. А на раздел имущества подавать будешь?» «Анжел, а что делить-то?» спросила Света. «Квартира эта Влада, я к ней отношения не имею. Она у него была до брака, так что делить нечего. Ну, разве что машину свою заберу». «Но есть же деньги на счетах, это ведь совместно нажитое, так ведь?» настаивала Анжела. «Наверное, у Влада есть», пажала плечами Света. «Не хочу я от него ничего, понимаешь?» «Понимаю, конечно», вздохнула Анжела. «Только вот ты без жилья остаешься. У меня осталось в моем городе квартиры от родителей. Попробую продать. Хватит на первый взнос по ипотеке. А может быть, и на маленькую студию хватит. Но от Влада не хочу ничего. Хочу стереть его из своей жизни». «Ладно, решать тебе», ответила Анжела. «Я не встреваю, я понимаю тебя». «Светик, в любом случае мы с тобой. Женька тоже на твоей стороне. Он с Владом даже общаться не хочет». «И Ромка, кстати, тоже», вставила Анжела. «Ну, это лишнее», возразила Света. «Они же все друзья, со школы еще». «И что? Мы с Катей тоже подруги со школы. Но разве теперь можно доверять такому человеку? Вот и мужчины не хотят», ответила Полина. Женька так прямо и сказал. «В нашем доме Свете всегда рады». Я его спросила про Влада, он ответил, «Как ты себе представляешь, принимать их у нас дома одновременно?» «Я», говорит, «Выбираю Свету». «Вот так, дорогая». «Ромка примерно так же решил», сказала Анжела. «Так что забей на все и не бери в голову дурного». «Я и не беру», улыбнулась Света. «Поля, спасибо тебе большое за предложение пожить у вас. Вот только...» «Что? Что-то не так?» «Нет. Я хотела попросить тебя, если можно, конечно, если не напрягаю». «Слушай, Света, хватит уже этих церемоний. Говори, как есть», перебила ее Полина. «Вы с Женей не могли бы свозить меня к Наталье?» Влад не находил себе места. Он всегда был так уверен в том, что уж кто-кто, а Света навсегда останется с ним. Что бы ни случилось, он в любом случае при любом раскладе сможет уверить ее в своей любви, убедить не рубить с плеча, вызвать на разговор. И Света растает и опять поверит. Она же любит его. Она почти одиннадцать лет с ним. Как же можно вот так в одночасье взять и все разрушить? Он настойчиво названивал жене, посылал сообщения, с удивлением отмечая, что она их даже не читает. Звонки тоже сбрасывает. Что же делать? И где она вообще? Он догадывался, что, скорее всего, у одной из своих подруг. Но там тоже засада. Его собственные, самые близкие друзья не желают с ним говорить. Вот как так можно? Они же вместе еще со школьной скамьи. А теперь вот так просто оборвали связи. Он снова набрал номер Светы. Прошло уже одиннадцать гудков и ничего. Никто не ответил. Влад отбросил телефон. Вот чем ей плохо жилось. Жила в прекрасной большой квартире. Муж ее полностью обеспечивал. Могла бы даже не работать. Но Света всегда хотела работать. И Влад дал ей денег на открытие своей студии. Да, они с Анжелой Рияно взялись за дело. Грамотно все сделали, раскрутили салон. И он начал приносить неплохой доход. Спрашивается, чего не хватает? Живи и радуйся. Занимайся любимым делом. Даже с детьми не нужно нянчиться. Так нет же. Постоянно сюсюкала, что хочет ребенка. Да стало уже этим. Влад заводился все больше. И сейчас вот психанула и скрылась. Ну да, накосячил. Ну что, он один такой? Да все мужики такие. Просто ему не повезло, и он попался. Могла бы и поумнее себя вести. Так нет же. Не может без истерик. Влад встал, прошелся по кабинету. Ладно, не до нее сейчас. Работа не в проворот. Подуется несколько дней и объявится. Куда она пойдет? Не сможет ведь жить все время у подруг. Вернется, поговорим. Ну да, нужно будет покаяться. Куда же без этого? Смотаемся снова в отпуск. Все наладится. А пока за работу. А вечерком можно будет с тигрицей пересечься. При воспоминании об Алине Влад сладко улыбнулся. Вот уж баба реально классная. Никаких тебе комплексов. Никаких тебе трагедий. Все просто. Катя, конечно, тоже без комплексов. Но она все же стерва первостатейная. Как к подруге отнеслась, а? Да еще и вывернула все так, что он, Влад, сам типа виноват. Все, хватит. С Катей покончено. Ему вполне достаточно Алины. На столе завибрировал телефон. Она. Хеллоу, дарлинг. Томным голосом произнесла Алина. Привет, дорогая. Только что о тебе думал, ответил Влад. Я это почувствовала и позвонила, вкратчиво сказала Алина. А что ты обо мне думал? Надеюсь, мысли были эротические? Естественно, любимая, рассмеялся Влад. Ты именно такие мысли и пробуждаешь во мне. Как насчет увидеться? Можно не только увидеться. Можно даже в режиме ощущений пообщаться. Сегодня? Алина. Приезжай вечером. Алина. 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 А ты, Светик, располагайся. Как и где тебе удобно. Мы зимой редко сюда наезжаем. В основном Женька сам ездит, убедится, что все в порядке. Да денег Володе завести. А кто это Володя? Спросила Света. Алина. Сосед наш. Он за домом присматривает. Да работу всякую по двору делает. Снег чистит зимой. Листья убирает осенью. Да мало ли еще что надо. Мы тебя с ним познакомим. Если что, обращайся к нему. Он мужик обстоятельный. Поможет. Спасибо. Ответила Света. Появился Женя с пакетами в руках. Поставил их на стол. Вот. Разбирайте. Это продукты. Света, тут тебе на первое время хватит. А там видно будет. Магазин здесь хороший. Все необходимое там есть. Если что другое понадобится, звони сразу же. Я привезу. Ой, ребята. Да что же вы так беспокоитесь. Спасибо огромное. Я справлюсь. Не волнуйтесь. Да я и не собираюсь тут надолго оставаться. Светка, брось. Живи сколько нужно. Отдыхай. И о деньгах не беспокойся. Мы с Полей в случае чего всегда тебе поможем. Считай, что у тебя отпуск. Спасибо. Прошептала Света. Глаза ее подозрительно заблестели и увлажнились. Эй, девушка. Улыбнулся Женька. А ну-ка сырость отставить. Давайте принимайтесь за обед. Я пока за Сонечкой присмотрю. Подходит такое разделение? Подходит, подходит. Засмеялась Полина. Иди уже. Женька скрылся в глубине дома. Подружки принялись разбирать сумки с продуктами. Ох, ну ничего себе вы накупили. Поразилась Света. Полинка, ты что думаешь, ятроглодит? Светка, да просто чтобы ты не заморачивалась. Отдыхай и ни о чем не думай. Это как раз то, что тебе сейчас нужнее всего. Поль, а можно будет Женьку попросить, чтобы он пока я здесь присмотрел несколько квартирок небольших, а? А я потом посмотрю их. Просто, когда мужчина этим занимается, как-то спокойнее. Конечно, о чем разговор? Посмотрим, не переживай. Он же Владу не скажет, где я? Вдруг испуганно спросила Света. Да ты что? Конечно, нет. Даже не бойся. Никто ничего твоему бывшему не скажет. Хорошо, задумчиво ответила Света. Он мне названивает каждый день несколько раз. И сообщение шлет. Я не читаю. И на звонки не отвечаю. Не хочу с ним говорить. Имеешь право. Потом заберу вещи. И напишу ему сообщение, когда на развод подам. Можно и так. Тем более, что ты решила на раздел не подавать. Света, ты вольна поступать так, как считаешь нужным. Поль, когда мы к ведьме сходим? Давай вечером. Я покормлю Соню. Женька с ней останется, а мы с тобой сходим. Отлично. Ну вот, все разобрали. Давай быстро приготовим что-нибудь на обед. Влад откинулся на кровати. Некоторое время тяжело дышал, переводя дух. Потом потянулся к сигаретам. Ты доволен, дарлинг? Пропела Алина. Ну что ты глупые вопросы задаешь? Счастливо улыбнулся Влад, выпуская струйку дыма в потолок. Я рада, улыбнулась девушка. Влад притянул ее к себе. Нет, все-таки классная баба. Уже который раз думал он. Никогда у меня еще такой не было. Она нечто. Тигрица моя, прошептал он, обнимая Алину. Она прижалась к нему и обняла. Ты чем-то расстроен, дарлинг? Мне так показалось. Нет, любимая, все нормально. Не бери в голову. Нет, не нормально. Ты расстроен, настаивала Алина. Я же вижу, дарлинг. Скажи своей тигрице, а то она будет думать неизвестно что. Да нормально все. Светка дурит немного, а так все нормально. Твоя жена дурит, а она умеет, засмеялась Алина. Я помню ее с той свадьбы. Она производит впечатление такой тихой овечки. Ну вот, решила побрекаться, пожал плечами Влад. Ничего, не бери в голову, все пройдет. В смысле пройдет? Дай просветку, подурит и перестанет. Вернется, никуда не денется. Так она ушла от тебя? Да нифига не ушла, разозлился Влад. Решила характер показать. У подруг контуется. Алина замолчала, нежно водя длинным ухоженным ноготком по животу Влада. Потом вдруг, сев на кровати, спросила. Кофе хочешь, дарлинг? Можно, кивнул он. Алина вскочила, накинула прозрачный пеньюар и плавной походкой вышла из спальни. Влад невольно залюбовался ею. Хороша чертовка! Из кухни послышался стук дверец. Затем звук кофемашины и, наконец, донесся аромат свежесваренного кофе. — Тебе с молоком? — крикнула Алина. — Да, если можно, — ответил Влад, довольно улыбаясь. Через пару минут в спальню вошла Алина, неся в руках поднос, на котором стояли две чашки кофе и вазочка с цукатами. Подойдя к Владу, она поставила ему на живот поднос, который вдруг трансформировался в столик. Влад взял в руки чашку и с удовольствием отхлебнул кофе. Раньше никто ему кофе в постель не приносил. Он покосился на Алину. Она с невозмутимым видом пила из своей чашки, улыбаясь чему-то своему. — Ты неподражаема, ты прекрасна, — прошептал Влад, отправляя ей воздушный поцелуй. — Я знаю, — ответила она с хитрой улыбкой. — Наслаждайся, дарлинг. Они допили кофе, и Алина унесла поднос. Вернувшись в спальню, она остановилась на пороге, сделала какое-то незаметное движение руками, и пеньюар упал к ее ногам. — Может быть, останешься у меня сегодня, дарлинг, поскольку дома тебя никто не ждет? — вкратчиво спросила она. Влад зажмурился, как от яркого света. Алина подошла поближе. Он схватил ее и бросил на кровать рядом с собой. — Конечно, останусь ни за что не смогу отказаться от такого заманчивого предложения. Алина улыбнулась, протянула руку к лампе на тумбочке и выключила свет. Полина и Света робко вошли в магазин Натальи. За прилавком приветливо улыбалась Ульяна. — Привет, наконец-то! — воскликнула она. — Бабушка спрашивает о тебе второй день. Пошли. А ты, Поля, подожди меня здесь, я сейчас вернусь. Ошарашенная Света отправилась следом за Ульяной, а озадаченная Полина осталась в магазине. — Проходи, дорогая! — приветствовала Наталья Свету. — Присаживайся вот на этот стул. Дай погляжу на тебя. Света села на стул напротив ведьмы. Ульяна тихо удалилась. Наталья внимательно, не мигая, разглядывала Свету. — Так, значит, все-таки ты поверила, и все случилось! — утверждительно сказала она. — Да! — тихо ответила Света. — Ясно. Вот не нравится мне твоя реакция. Нехорошо это. — Что? — Ты как деревянная. Это неправильно. Наталья встала, отошла к столику у окна, налила в чашку какой-то жидкости, добавила чаю из чайника и протянула Свете. — Ну-ка, выпей. Надо вывести тебя из ступора. — Я не в ступоре. Со мной все в порядке, — возразила Света, беря чашку. — Пей, я сказала. Света осторожно, маленькими глотками выпила содержимое и поставила чашку на стол. Что случилось потом, она не очень поняла. Внезапно на нее обрушилось такое горе, что Света не смогла сдержаться и в голос разрыдалась. Плечи ее тряслись. Она пыталась взять себя в руки, но не могла. Наталья подошла поближе, положила руку ей на голову и молча гладила, как маленького ребенка. Так продолжалось до тех пор, пока Света не успокоилась сама. Наталья протянула ей салфетку. Света промокнула глаза, громко высморкалась и подняла взгляд на ведьму. — Все хорошо, все прекрасно, девочка моя. Вот теперь все хорошо, — шептала ведьма. Она протянула Свете чашку с другим напитком. На этот раз, выпив его, Света вдруг почувствовала покой и умиротворение. Наталья села напротив. — Вот теперь все правильно, — сказала она. — Ты, девочка, не из тех железных людей, которые могут бесконечно держать все в себе. Тебе нужно выплеснуть всю горечь наружу. Только тогда ты освободишься. — Спасибо, — глубоко вздохнула Света. — Да не за что, девочка, — горько усмехнулась Наталья. — Досталось тебе, незаслуженно досталось. — Ладно, спрашивай. Тебя ведь вопрос какой-то мучает уже несколько дней. — Да, — прошептала Света. — С тех самых пор, как Влад… — Ладно, ну его. — Ну, в общем, в последний раз вы мне сказали, что опасность может прийти от автомобиля. — Сказала. Так и есть. В первый раз ты сделала неверный выбор. Оказалась слишком доверчивой. Но удар от автомобиля уже прилетел. — Ты разве этого не заметила? — хитро спросила ведьма. Света озадаченно замолчала. Наталья смотрела на нее и улыбалась. — С чего ты взяла, что обязательно автомобиль будет настоящий? — спросила она. — О, Господи! — поразилась Света. — Ну, конечно! Мерседес, который мы подарили Полине. — И благодаря которому с тобой случилось все, что случилось! — кивнула Наталья. — Только почему опасность? — удивилась Света. — Ну да, у меня глаза наконец-то открылись. Но при чем здесь опасность? — В прошлый раз я не видела дальше автомобиля. А теперь вижу, что опасность начинается после него. — Видишь ли, вы же не собирались дарить машинку? — Нет, эта мысль пришла Анжеле, когда она увидела машинки в детском мире. — А ты не хотела, но потом согласилась. Так ведь? — Да, — удивленно ответила Света. — Вот видишь, я тебе сказала когда-то, что есть несколько вариантов будущего. Эта игрушечная машина сделала свое дело, нанесла удар и открыла тебе глаза. Но опасность осталась. — То есть она меня все равно ждет? — Да, — кивнула ведьма. — От нее не уйти, раз уж так сложилось. — Ступеньки. — Ступеньки? — удивилась Света. — Что-то связано со ступеньками? — Да, будь осторожна. Я не знаю, что именно, какая именно, но опасность кроется в ступеньках, — ответила ведьма. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.